Впереди холодная осень, а это значит мы больше времени будем проводить дома И в холодный вечерок самое время устроить что? Мощное рубилово в красаут! В красаут драйвовом многопользовательском онлайн экшене Теперь можно строить не только любые боевые машины Но и безбашенные парки аттракционов Прокатись по американским горкам или отправь тачку на орбиту из специальной пушки Ты можешь сделать свой гараж индивидуальным Расставляя движущиеся мишени, кегли или раздолбанные вертолеты Твой радиоактивный дом заиграет новыми красками Собери танк, мусоровоз смерти или трехколесный мотоцикл и отправляйся в бой Ты можешь сражаться как с другими игроками, так и с огромными боссами во время захватывающих миссий Выполняй задания, прокачивай боевой пропуск и получай сотни наград Чтобы улучшить тачку или собрать новый катафалк скорбной погибели После недавнего масштабного обновления на картах появилась разрушаемость Ломай деревья, дави бочки с ядерными отходами и ящики с ненужным хламом выживки Качай Кроссаут только по моим ссылкам в описании Получай крутые бонусы для побед С Кроссаут эта осень пройдет в ярких красках Пушка, просто пушка Сегодня мы вам расскажем очень крутую и интересную жизненную историю В 2010 году человек из деревни в Саратовской области приезжает в Москву для того, чтобы начать обучаться здесь Будучи молодым парнем, стал студентом Дальше жизнь его набирала стремительные оборота Там были взлеты, когда он начинал работать, брал кучу кредитов и думал, все круто идет А потом были падения, когда он стал должен порядка полтора миллиона рублей Ему пришлось жить в однокомнатной квартире с женой, с детьми, где куча людей еще живет Потом он уехал обратно в Саратовскую область В общем, вот так, вот так, вот так И сегодня он зарабатывает хорошие деньги, знаете, на чем? На воде Как что? Вот присаживайтесь поудобнее Обязательно выделите полчасика времени Послушайте эту историю от и до Друзья, всем привет! Сегодняшний сюжет вам точно покажется интересным Как минимум я делаю на эту ставку Присаживайтесь поудобнее Приятного вам просмотра Мы начинаем Пойдемте знакомиться с этим человеком Ну что, друзья, знакомьтесь, наш главный герой Артур Привет! Артуру 28 лет Артур, давай присядем с тобой В 2010 году я знаю, что ты приехал в Москву Расскажи, пожалуйста, кратенько, чтобы мы понимали, как все проходило Я в 2010 закончил в Саратове физмат-лицей И решил поступать в Москву Москва, город возможностей Четыре года отучился здесь по специальности промоэлектроника Все это время, пока ты учился, ты не работал И деньги тебе на проживание Ну, ты, я так понимаю, жил в общаге? Да На питание давал Да, мне там на тот момент где-то по 10 тысяч в месяц отправляли родители Мне хватало вот так вот, во студенческую жизнь Так Чисто случайно позвонил знакомая Говорит, вот я там в натяжных потолках работаю Нужен менеджер по продажам на точку продаж Че там сможешь убалтывать клиентов? Давай попробуем Год я проработал в основном в торговом центре Стоял на точке по продаже натяжных потолков У меня были неплохие показатели по продажам Через год меня там повысили до начальника отдела продаж Там старая команда уволилась Вот тут так совпало, повезло И проработав 3 месяца начальником отдела продаж Я решил уйти в свободное плавание Вот это свободное плавание мне изначально казалось чем-то таким очень радужным мероприятием Вот, а как на практике денег в ближайшие 2-3 года было меньше даже Чем вот я получал зарплату работая начальником отдела продаж Это получается где-то 14-15 год Я считаю себя предпринимателем Ну а свободное плавание я правильно понимаю, что заключалось в тех же самых натяжных потолках? Да, да То есть производил посредственные функции Находишь клиента, заключаешь с ним договор, да, счисляя продажу Закупаешь материалы, нанимаешь, ставишь на объект бригаду Вот, и получается там порядка 40-30-40% удавалось зарабатывать со стоимости сделки Там средний чек где-то 30 тысяч был Когда находишься внутри системы, да, где уже все налажено, работая в компании Тебе кажется, что многие функции, которые берет на себя компания, они элементарные Ты сам с ними элементарно справишься Но многие такие функции на практике оказываются непростыми Сколько ты получал работая там? Какая у тебя была зарплата? Ну, в среднем с процентами совсем Где-то 120-130 тысяч Когда ты ушел и начал работать на себя, понятное дело, что первый месяц начальный Вот там поработал ты какое время на себя в натяжных потолках? Два-три года где-то Как доход вырос там? Самый маленький был, самый большой, средний какой получался? Например, чистыми давай сразу посчитаем Ну, скажем так, что всплывает в памяти Это вот удавалось с одного объекта зарабатывать там сто тысяч рублей Но если брать средние цифры, то это не выходило за сто тысяч То есть это 60, где-то 60-70 Вот на данный момент, казалось бы, ну что тут интересного? Типичная история Приехал, отучился, пошел работать, понравилась тема, посчитал то, что можно Это все муть, я вам так скажу, для нашей сегодняшней истории Артур, переходим к следующему этапу В какой-то момент ты решил изменить свою жизнь Как это произошло? Что там тебе в голову пришло? Значит, в посечении двух лет, скажем так, вот такого вот болтания Когда тебе там каждый месяц на квартиру не хватает заплатить Мне пришла гениальная идея Я мало зарабатываю, потому что мало трачу денег Это ты, наверное, где-то книжку какую-то почитал или что? Или видео где-то посмотрел? Да, ну, неважно, да, как эта мысль, скажем так, идея зародилась, да, в голове Я пошел в банк и взял 400 тысяч Да То есть цель какая-то у тебя была Ты просто решил то, что надо влезть, чтобы были бабки иначе Цель у меня была такая, что вот я сейчас буду спокойно вкладывать деньги в рекламу Работать буду каждый день, да, и у меня увеличится количество заказов И таким образом я расплачусь с этим кредитом, а привычка вот так вот жить, она останется, да, так вот зарабатывать, она останется В итоге, значит, мне дают эти деньги, я рад Что такое больше тратить, да? Ты переезжаешь в квартиру, где ты платишь, там, не 25 тысяч в месяц, да, где-то в Подмосковье, там, однушка Вот, а ты платишь, там, 40-50 тысяч Раз Ты начинаешь ездить по объектам, там, ну, куда бы то ни было, на такси, комфорт плюс или бизнес-класса Ты начинаешь питаться, вот где схожешь Вот видишь, кафешка, ресторан какой-то, ну, тебе хочется есть Зашел, поел, несмотря на ценники Вот, при такой жизни у тебя получается порядка 10-15 тысяч в день расходов В какой-то степени начал мой план в первое время срабатывать Потому что, действительно, я начал не заморачиваться по поводу вложения в рекламу Начал собирать команду, у меня появилась, там, помощница У меня появился, там, отдельный специалист по маркетингу, который занимается интернетом Смотрю, я примерно уже по 10 тысяч в день зарабатываю Все отлично Ну, спустя небольшое количество времени, скажем так, месяц-два Начинает происходить следующая штука Где-то у тебя косяк на объекте, и ты в минус ушел Где-то у тебя, там, ты в рекламу вложил, тебе эти деньги не вернулись Где-то ты заказал сайт, ну, так руки не дошли его запустить нормально И я познакомился с такой штукой, кассовый разрыв Впервые на тот момент Тупо тратишь больше денег, чем зарабатываешь Чем зарабатываешь, конечно Плюс кредит, кроме тех денег, которые тебе нужно гасить тело Кредит, который ты взял, да, ты еще возвращаешь с процентами Вот, это, когда я брал кредит, казалось, что это все фигня На самом деле, это очень большая нагрузка Вот стандартная картина, на самом деле, за что Я лично сразу сходу поставлю лайк, по-честному рассказываю Вот, смотрите, можно назвать, ну, такое матерное слово, есть распредельство Вот, скорее всего, это можно было как раз применить Потому что взял деньги, заниматься бизнесом Такси, комфорт-класса, ест там где-то по ресторанам То есть, вкладывал их на дело Да, окей, начал собирать команду В этом, скорее всего, плюс При этом, кредит, это очень важно, друзья Вот, сколько раз мы про это не снимали Постоянно одна и та же история Когда людям нужны деньги, они приходят Их вот вопросы второстепенные, как это возвращать, не волнует Им нужны деньги здесь и сейчас И чтобы вот ежемесячный платеж был тот, который они хотят услышать Там 9 тысяч, 18 тысяч, в общем, не превышал определенную сумму Ты влезаешь в долги Ты понимаешь то, что опачки Какая-то начинается просадка Возможно, ты еще взял должок У тебя вот это вот табу получается снято Брать деньги в долг под проценты И что происходит? Тебе каждый день кажется, что вот-вот сейчас будут объекты И ты рассчитаешь день И ты начинаешь брать кредитки, которые тебе предлагают Кредиты, да, любые Под любые проценты А тебе не важно становится, под какие проценты это брать Это все снежным комом начинает расти, расти, расти Пока ты в определенный момент не осознаешь, что у тебя сейчас не хватает денег заплатить за квартиру У тебя нет денег, чтобы вложить в рекламу и получить клиентов еще И у тебя нет денег, чтобы платить минимальные платежи по кредиткам и по кредитам И такое прозрение просто в этот момент Оно тебя сваливает с ног Ты ложишься, смотришь в потолок И абсолютно не знаешь, что тебе делать в этот момент Вот скажи, пожалуйста, это происходило в каком году и в каком месяце? Зима 2018 года В этот момент я съехал с квартиры хорошей Переехал к родителям девушки вместе с ней Она у меня беременна была на тот момент Переехал, а там ее отчим Однушка Однушка, двое еще маленьких детей То есть у вас жил ты, жена, отчим, мама, двое детей, шесть человек в однокомнатной квартире Да, и коллектор еще И коллектор еще тебя начали назвать Да, да И у тебя сколько было примерно долгов, вот примерно общая сумма? Примерно под полтора миллиона на тот момент Вот она, вот, друзья, вот она реальная Причем ты не замечаешь, извините, перебил Не замечаешь, как у тебя с четырехста тысяч до полутора миллиона растет долг То есть это Что происходило с работой, что происходило с планами? Ты мужик, ты же должен как-то двигаться дальше Пытаешься, да, в один момент себя так взять Да, я мужик, я должен зарабатывать деньги Сейчас я эту всю ситуацию возьму по контроль Есть восприятие мира, когда, как будто мир тебе что-то должен, да? Вот, и ты от него ожидаешь, там, да, сейчас я пойду там на работу Мне сразу там 200 тысяч будут платить Такое ты ожидал? Да, да, такое ожидание, вот Вот, и тут начинаешь в какой-то момент там искать работу, например Попадаешь на всякие там, где тебя обманывают людей, предлагают там Всякая дребедень Сходишь в ситуации неопределенности Где ты вот сейчас сам себе не можешь ответить на вопрос Вот, бля, а что делать-то вообще? Ну и какой выход ты сделал из этого? Ты решил? Я вот в такой ситуации, я полгода поварился Мне там удалось в Подмосковье за дрипанную квартиру за 20 тысяч снять Я начал преподавать Я физмат закончил Да, вот Человек хорошо знает физику и хорошо знает математику Да И, соответственно, это его еще прокормило Это, кстати, вопрос об одном из сюжетов, где мы снимали про человека, который занимается репетиторством Сколько стоили твои уроки? 1800 за полтора часа я брал Так Это очное занятие, то есть ты приезжаешь к ученику или они к тебе И занимаешься с ним У меня там было пару занятий в день Кое-как мне там хватало на квартиру На то, чтобы долги Вот уже не хватало То есть долг у меня продолжал чуть-чуть-чуть расти Там где-то просрочки, коллекторы, там все дела Вот Полгода я вот так вот в таком еще Такой стрессовой ситуации понаходился У меня рождается ребенок Я плюнул на все и беру девушку и ребенка И уезжаю в деревню В Саратовскую область к родителям У родителей дом Да, у родителей дом У меня не богатые родители Там нет никаких денег, да Там каких-то капиталов Ну свой домик есть в деревне Как я знаю, вернулся ты домой Получается в прошлом году Летом 2019 года Приезжаешь ты домой Дома родители Понятное дело, что гораздо уютнее атмосфера Тем более тебе, это твои родители Но самое главное То, что ты-то возвращаешься из Москвы С маленькой победой В виде минус полтора На счету И коллекторы тебе это не простят Это не папа с мамой Что там типа Ой, сынок, окей Тебе, естественно, будут звонить Тебя в дальнейшем бы начали искать Тебе нужны бабки Как ты зарабатывал Будучи уже дома там в деревне Первые два месяца Я практически ничего не выплачивал Сел на шею у родителей Ничего не делаю Только думаю Что мне нужно сделать Чтобы выйти из этой ситуации Начал с того, что в октябре В начале октября Я начал набирать учеников дистанционно То есть там в час поменьше получается Я 1800 брал за полтора часа То это 1000 рублей за полтора часа берешь И стал набирать учеников Я набрал так, что у меня по несколько занятий в день Там по 2-3 занятия И кое-как, кое-как у меня стало хватает От денег, чтобы выплачивать минимальные платежи по кредитам Сколько это общая сумма, что просто люди понимали В месяц ты должен был отдать сколько? 80-90 тысяч 80-90 А ты при этом сколько зарабатывал У тебя были занятия, правильно? И все, больше никого дохода не было? И ты занятиями, получаясь дистанционно зарабатывал плюс-минус эти деньги? Да, да Я себе рассчитал план, что в течение где-то двух лет, если я никуда не дергаюсь, вот так вот сижу в деревне, дистанционно преподаю, ни на что деньги не трачу, не покупаю себе ни машину, ни одежды нормальную, ничего Я расплачиваюсь с долгом Меня хватило где-то на месяц Вот такая вот В жизни в таком режиме Судя по всему мы можем сделать выводы, что ты человек расточительный Ты любишь и поесть вкусно, и пройтись, и куда-то денег еще зарядить Конечно, особенно, когда ты один раз попробуешь такую жизнь, да, где ты, я не говорю про то, что какие-то там все золотые унитазы, да, ставишь Просто, когда ты попадаешь, ну, в средний класс, да, начинаешь тратить, не попадаешь, а начинаешь тратить деньги, так как это делать в среднем классе, да В этот момент возникли предпосылки к новому бизнесу Каким образом? Я обратил внимание, то, что я несколько тысяч в месяц у меня уходит на покупку бутилированной воды в магазине Вот там вся семья подсела на бутилированную воду До этого из-под крана воду пили, ничего, нормально Подсели на бутилированную воду, не схотели с нее слазить То есть даже отец мой провел эксперимент, взял, набрал из-под крана воду в бутылке с магазина Преподнес их под видом то, что это вода с магазина, все попробовали, плюнули, сказали, что за фигня То есть провести вам его не удалось, и все-таки был вывод то, что вода из магазина вкуснее Да, да Тут я начал, сначала у меня первая мысль была поставить домой фильтры, которые будут обесаливать воду, очищать от всего Но, имея уже некую предпринимательскую жилку, а почему бы, если у меня такая потребность, то наверняка она у других тоже, да И я заказал промышленное оборудование по фильтрации воды и продаже воды с помощью вендинговых аппаратов в тару потребителей Ну, то есть А вот здесь, друзья, смотрите, здесь начинается очень важный момент, потому что то, что сделал он, это и по сей день сегодня работает, это развивается, это приносит ему деньги Все, что будет происходить сейчас дальше, мы будем вам выводить на экран фотографии, отчеты То есть он, потому что делал это, фотографировал, чтобы вам было визуально понятней Общаясь с Артуром, мы уже пообщались, я у него спрашивал вопросы, поймите правильно История, интерес, она очень такая обширная, и, соответственно, все детально рассказать, а то уйдет, наверное, часа два Более того, у нас есть сейчас возможность сходить в одну из квартир в городе Москва, где у тебя находится лаборатория Парни, я вам предлагаю именно туда переместиться и уже там продолжить, потому что так нам всем с вами будет визуально понятней, ну и наглядно Пойдемте, это действительно заслуживает вашего внимания Мы с вами в обычном подъезде, это не какой-то там офис То, что сейчас вы увидите, просто вас повергнет в шок, особенно всех тех, кто думает, ну как вот заработать, вот у меня мозги есть, где взять идею Человек молодой, со временем пришла идея, но то, что будет дальше, парни, мы уже отсняли этот момент, я просто был в шоке Пойдемте, вам это точно понравится Заходим в квартиру, парни, ну когда вы еще такое увидите, здесь такая движуха творится, пойдемте, просто Артур показывай, рассказывай Смотрите, чтобы вы не теряли смысл, сейчас мы вам покажем некие кишки, как это выглядит внутри, ну а естественно Артур все расскажет Также подчеркиваю, вы на экране видите, как это выглядело тогда Ты купил промышленное оборудование, сколько оно стоило? С монтажом обошлось порядка 220 тысяч Где взял деньги? Кредит Значит 200 тысяч мне дали рассрочку, потому что последние пару месяцев я уже выплачивал без просрочек кредиты И мне один из банков одобрил на 200 тысяч Деньги выделил конкретно под закупку оборудования Я заказываю оборудование на 400 тысяч, и оно изготовилось Я забираю один экземпляр оборудования, у меня уже изготовлен второй, за него только заплатить нужно Ставлю на первую точку, оно начинает зарабатывать деньги И это дает мне возможность подговаривать людей, общаться с людьми, с близкими по сути У которых я взял еще деньги Вот здесь смотрите, возможно что-то будет непонятно Вы видите все на экране, подчеркиваю Как это работало? Вот ты пожалуйста расскажи Ты пил воду из-под крана Вот друзья, обычные стандартные бутылки 5 литров, там святой источник Различные бренды, это вообще не важно Мы эти бутылки с вами покупаем в магазине Здесь же ты начал брать обычную воду из-под крана Загонять ее в некую трубу Сейчас мы видим внутренности оборудования, которые мы делаем сами Оттуда идет шланг, подключен к обычному крану в ванной В раковине Идет вода, она попадает сюда, очищается Вот это сердце, это обратный осмос Это сердце фильтрующей установки Она пропускает, можно сказать, только молекулы воды Все остальное, промывка, уходит в слив И дальше вода куда попадает, где она чистая вода Чистая вода выходит отсюда сейчас Смотри, вот тут четыре кнопки, вот эти Вот видишь, их обозначение, плюс один литр, плюс пять литр, сброс, пуск Попробуй сделать заказ Красные кнопки Вот так? Ну один литр, например Так, заказано И что, сейчас пойдет вода набираться? Пуск А, пуск Коплать четырех купе Оп, смотри, показывай Опачки, пошла вода Просто, на самом деле, когда Артур мне рассказал о себе Он мне позвонил, говорит, я вот на воде зарабатываю Он мне кратко рассказал, типа, да что, типа, с крана воду набираю, фильтрую, продаю Говорю, что? Есть стакан? Да, сейчас Вот все гениальное просто У Артура еще есть друг, он здесь присутствует Мы сейчас с вами вас с ним чуть позже познакомим Вот Антон и Артур, это как Билл и Гейтс, как Стив и Джобс Одно целое И вот просто в домашних условиях я, честно говоря, даже не поверил бы То, что такие люди еще существуют, которые пытаются что-то там придумывать, создавать новое Таким образом, что сейчас происходит? Мы с вами прогнали обычную воду из-под крана через фильтр И я вам просто делаю экспертное мнение По вкусу это вот обычная бутилированная вода Сказать, знаешь, что я выпил, вау, какая-то вода Чувствуется, что она просто прогнана через фильтр Ну реально Если возможно сейчас взять какой-то эксперимент, налить воду из другого источника и попробовать попить Парни, вода и вода Самый прикол в чем, о чем я тебе еще даже не говорил Лет 10 назад я покупал частенько воду Банаква И она мне дико не нравилась без газов Почему? Я ее пил и мне все время казалось, что, блин, какая-то странная вода Когда я начал читать, что написано на упаковке Там было написано, что вода из центрального водоснабжения очищена Я тогда думаю, что я покупаю воду из центрального водоснабжения очищенную Хорошо, если очищенную Да, и так это и происходит Если вы сегодня начнете изучать некоторые воды Да, возможно, кто-то из производителей еще там где-то с гор набирает, привозит воду Но, как правило, пишут, вода горная в кавычках Потому что это название горная вода На самом деле берут воду, добавляют в нее различные там сульфады Ну какая-то не химия, как это правильно назвать Добавки идут, и вроде бы она там какая-то становится, ну, более бодрящая С химией ее обессаливают, там есть такая Обессаливают, то есть такого, что знаешь, как вот иной раз в рекламе рисуют Там где-то вот с гор она стекает Так вообще вода бывает? Бывает с гор хорошая вода, да, она дорогая Представляешь, транспортировка сколько стоит? Я имею в виду к тому, что самый основной костяк, что продается сегодня в супермаркетах В пятилитровых там, это вода откуда? Это вода прогнанная через фильтры То есть плюс-минус все то же самое Хорошо, если так, хорошо, если так А бывает не осмос Осмос это считается премиум очистка А бывает обычно используется там предварительно механической очистки Там пару фильтров, через нее прогнали и продают И имею в виду, что в Москве хорошие очистные стоят Мы сейчас, у нас есть анализирующие оборудование Я сейчас покажу из-под крана показатели воды и после фильтра Но в регионе, где сейчас у нас стоят эти аппараты Там вода на порядок хуже То есть если бы ты сейчас попробовал из-под крана воду Ты бы даже себя с жаждой мучил, ты бы не смог ее пить Я знаю, потому что даже в области, например, вот вы знаете, у меня дом в Кашире Там вода очень жесткая, там даже когда в ней купаешься, вот кожу все сушит, все чешется постоянно Самое интересное, что, допустим, купить 5 литров воды в магазине Сегодня это стоит примерно, ну, если я не ошибаюсь, там 60-100 рублей Диапазон, плюс-минус, все зависит от магазина 5 литров воды, соответственно, вы продаете по 4 рубля за 1 литр 5 умножаем на 4, 20 рублей То есть ты приходишь со своей тарой, там ты купишь 5 литров, у вас это можно купить 15 литров Да Отсюда вопрос Вы сделали общую картину, то, что это можно поставить где-то в аренду Вы берете помещение, вы там же запитываетесь точно так же к источнику центрального водоснабжения Вот эти все кишки, естественно, прячутся Вы видите сейчас на экране, что красивая штучка Подходишь, денежку кинул, поставил бутылку, налилась вода У тебя сегодня сколько таких точек? 7 7 Ты сначала поставил 2 точки Да Какая себестоимость воды примерно выходила? В цифрах можешь примерно рассказать? 4 рубля ты продал литр воды, сколько ты чистыми примерно с него зарабатываешь? Где-то 2 рубля 20 копеек Соответственно, себестоимость примерно 40% Ну да Смотрите, чтобы вас не запутать, мы уже всю эту тему разобрали, соответственно, в себестоимость входит аренда В себестоимость входит, они ставят счетчики на воду, на электричество, то есть это основное Ну вода, собственно, сама по себе, она не такая дорогая Расходники, вот это все, чтобы вы понимали, это расходники Вот это, вот это, вот это И здесь сейчас только половина фильтров от реальной установки Там еще несколько фильтров добавляется А сам аппарат изначально тебе обходился в сколько? 200 тысяч рублей? Ну вместе с установкой где-то 220 Как говорится, магия монтажа, и мы сидим Вот расскажи, пожалуйста, по детальной источке, как начались расти доходы, как это все менялось Сколько ты отдал там за аренду, ну вот эти вещи Я ставлю аппарат, у меня первый аппарат, у меня не было каких-то завышенных ожиданий Вот, я думаю, ну ты чуть будет там зарабатывать за годик, за два себя купить, то уже неплохо Вот, смотрю, первый день 400 рублей выручка, второй день 700 рублей, третий день 1000 И через две недели аппарат стал приносить почти 3000 В день? Через две недели, в день, в день, да Тут через две недели я ставлю второй аппарат Сначала выручка распределилась между ними, потому что он был в одном и том же населенном пункте Это дело ставилось Это где было? Это Саратовская область, там на границе с Казахстаном И оба стали расти Оба стали расти, через месяц уже давал почти 3000 каждый аппарат Во-первых, прибыль с этих аппаратов появилась теперь для реинвестиций То есть уже не только заемные деньги можно было использовать для роста, для масштабирования Но и реинвестировать деньги, полученные с текущих аппаратов Посчитал так, что 90 тысяч если в месяц он приносил, 40%, ну короче 50 тысяч чистыми Условно у тебя остается Да, под 50 тысяч Ты в шоке был, когда у тебя это ничего случилось? Я охренел просто Я охренел, потому что мне до этого, чтобы заработать эти 50 тысяч Приходилось заниматься по несколько часов в день с учениками Несколько часов в день, тратить свое время напряженного умственного труда Чтобы зарабатывать эти деньги А здесь ты ставишь, вот ты часто говорил про то, что это нужно обслуживать Вот смотри, как я это сейчас вижу, что стоит аппарат, приходит, человек купил Здесь все элементарно просто, вода постоянно запитывается сама, все автоматизировано работает Что здесь менять вообще нужно? Звучит довольно просто, но, во-первых, пришлось освоить наук монтирования этого оборудования, монтаж, настройку производить Научиться всяким там сантехническим вещам, научиться обслуживать агрегаты этого оборудования Ну, например, для нас оказалось больным местом, это купюры, монеты, приемники Они постоянно глючили Там сейчас на текущих аппаратах принимаются деньги наличными Вот, эти купюры, монеты, приемники, они постоянно глючат То там напряжение на них не то подается То деньги у кого-то заживало Соответственно, у тебя телефон поддержки сидит, тебе звонят Тебе нужно ехать, разбираться Это часто происходит? Это да, это часто происходит То есть, какой-то аппарат более-менее себя ведет, неприхотливый Там в неделю пару раз к нему съездишь А какой-то аппарат прям каждый день Бывает по несколько раз в день То есть, ты там меняешь эти агрегаты Там купюр-приемник глючит Ты там поменяешь его на другой Выяснится, что причина не в купюр-приемнике, а в напряжении, которое на него попадет Короче, понятно, здесь свои заморочки есть У тебя было два аппарата Батя, родители, что сказали вообще? Батя на тот момент работал вахтово прорабом Он там нефтепровод они прокладывали, сваркой занимался Я, значит, когда уже установил первый аппарат, пошли с него деньги Я подхожу к бате, говорю Батя, ты можешь продолжать ездить на вахты Зарабатывая там 150, там 200 тысяч в месяц он зарабатывал Говорю, а можешь здесь сейчас со мной Помогает мне развивать бизнес Денег поначалу будет меньше, говорю Но будет интереснее и будешь находиться, да, семью сейчас здесь на месте работать Таким образом он стал специалистом по обслуживанию этого оборудования А то есть батя тебе доверился и сказал давай Да, да, да Ну он увидел, доверившись как сыну, ну и увидел реально клиента То есть реально деньги, это не что-то там, да, мои фантазии какие-то А вот они, вот они клиенты, вот они деньги Вот сюда просто хочу такую подводочку сделать Когда все это у вас заработало, вот эти очистные сооружения ваши стали работать Вы когда воду пьете, для вас она как по вкусу? Вау! Топ! Для вас как для собственника Я тебе так скажу Я привыкнув воду пить такую через осмос, которая очищается Я в магазине далеко не каждую воду стану пить То есть есть определенные, которые соответствуют Ну есть определенные бренды, которые соответствуют качеству А есть которые, ну невозможно пить тоже Ваша как атмосфера передается через камеру Вот смотрите, мы сейчас заходим на кухню У них здесь вот такая небольшая своя лаборатория Вот что меня удивляет Вот это вот, друзья, это показатель Вот на самом деле, ты смотри как все лежит Все инструменты на видном месте, все аккуратно Артур, ты хотел нам тест показать, что там у нас? Это простой тестер, который показывает минерализацию воды То есть простым языком говоря, сколько солей в воде Так Вот сейчас возьмем вот обычную воду из-под крана С московского водопровода И тут вот самая лучшая вода в водопроводе в России Замеряем, смотрим показатель 129, 128 129, вот он от 130 где-то до 250 гуляет Уровень минерализации До 250? Да, вчера 250 было Слушай, ну а разница, что знаю, 130, 250, как бы на мой взгляд Это как бы большая разница Да, ну, скажем так, вот в регионе, где мы фильтруем, где у меня стоят аппараты Там будет до 2000 доходит До 2000? Да А на что это склазывается? А больше 500 это уже вредно для здоровья А там доходит до 2000 Да А на что это склазывается? Ты пьешь воду и что? В почке? Да, у тебя почки Откладывать соли там по всему организму То есть это нагрузка организму Организму нужно выводить Приходится соли больше, чем рассчитан Человеческий организм состоит на 70% из воды Это важно помнить то, что вода для нас А сейчас посмотрим воду, да, после фильтрации Пошли Вот эти 51 56 57 То есть получается Соленую воду, где там 1000 входящий показатель Она также до 50, до 100 ТДС Уровень минерализации очищает Когда мы пришли сюда, здесь был Антон Антон, привет Расскажи, пожалуйста Чем ты вообще здесь занимаешься? Ну, мы с Артуром познакомились Когда Вот Через моего друга Володя Черепухина Вот Он нам предложил заниматься Модулями звезд Значит, для потолков звездного неба Вот То есть разрабатывать их Это еще когда было, когда получается Ты работал с натяжинами потолка Да больше, больше Лет 5 Лет 5 Так Вот Мы определенных успехов добились На этом направлении И вот, в принципе, сейчас продолжаем в этом направлении работать Сейчас, правда, Володя в основном этим занимается Я ему помогаю Вот Я на некоторое время сейчас переключился уже на новый проект То есть вот Год назад Да Весной Артур предложил мне Вот Заняться Разработкой Собственно Автомата По розовой воды Вот, собственно, мы с ним сейчас этим занимаемся А в активную фазу мы вступили где-то вот в конце июля Вот Где-то в конце июля мы в активной фазе занимаемся До этого были в основном прикидки То есть смотрели, как, чего, когда То есть вот Какие варианты есть А вот Вопрос такой А у тебя образование какое? У меня инженерное образование техническое Ты какой заканчивал институт? Я Бауманку заканчивал По нему чувствуется Друзья, согласитесь Человек просто мозги Не знаю, как вам Вот это ты же здесь занимаешься Это ты так все выложил? Да Блин, я вообще кайфую На самом деле Вот здесь вот Блин, Артур хитрец Он собирает себе крутую команду Вот, блин, вообще молодец А какая у вас задача получается То, что вы сейчас хотите Вот это вот создавать свои аппараты Да Со своим уже каким-то оборудованием И их реализовывать Вот она, блядь Стива Джобс Билла Гейтса Чуть позже В августе Или даже в конце июля Значит Этим проектом Заинтересовался Мой другой друг С которым вместе учились Юра Карпов Вот Он конструктор Образование Закончил мои Вот И он занимается Конструкторской работой Сейчас Я занимаюсь Созданием системы управления Вот Артур разработал Концепцию Собственно Автомата Мы ее дорабатываем Так она постепенно Устаканивается И уже там Хоть еще Сейчас этап сырой Вот Вот этот вот Прототип Он очень сырой Вот Но тем не менее Вы уже убедились Он работает Он работает Он фильтрует Он наливает Как надо Вот И в целом Уже Это Скажем так Начало положено Ты закончил Баунг У тебя круто Это сильно Как бы Кто с региона Кто не знает Баунг Это вы что Это считается Очень круто Инженерный вуз России Да И соответственно Закончив этот ведущий вуз Чего На работу Не удалось Не Я работал Я на кафедре работал Я аспирантуру закончил Это понятно А вот Непосредственно По специальности Я два года В роботоцентре МЧС Работал Занимался Пожарными роботами Вот Но потом Когда проект Значит Сгорел Подрабатывал В основном Какой-нибудь Значит Поденщиной Вот Поденщиной Нискокварифицированной Ну там Сдельная Сдельная А вот вопрос Такой Ты когда работал Там на этих роботах Сколько тебе зарплат было? Ну Я был Оформлен Сразу В двух Конторах В конторе Инсист И в МЧС В сумме Там приходило Чистыми Где-то 33 Грязные Минус 40 Это был 2010 Вот просто Да У человека Чувствуется Что есть мозги Ребята занимаются 33 На двух Работах Я желаю Знаешь Удачи Тебе В частности Артуру Коллеге твоему Чтобы у вас Все получилось И чтобы в дальнейшем Я тебя где-нибудь Видел На каком Тайном списке Что ты один из Миллиардеров Нашей страны Вот ты И вы вообще В целом Мне кажется Это достойно Ваше мнение Вы напишите В комментариях Оказались мы В квартире Как выяснилось Вообще Инженеров Значит Частенько Говорили Звездное небо Натяжные потолки Я вам расскажу Это за минуту Простыми словами Значит Часто бывает Да Просто натяжный потолок Белый А бывает еще Потолок Когда ты выключаешь Свет А там Например Может быть Такая подсвет Что они сделали Изначально Это технология Китайская И она Херово работала Они доработали Ее То есть Вот вам Пожалуйста Простыми словами Нарисовано Все Как это выглядит Соответственно Она гораздо качественнее Она лучше Она интереснее На этом они зарабатывают Потому что на рынок Они выходят Сейчас Как рассказал нам Артур Примерно В среднем Этот проект Им приносит На 4 Вот на них Около Что-то 100 тысяч Рублей Примерно Это как Пассивный доход Вот здесь же Покажи пожалуйста Я даже не знаю Как это комментировать Это технический язык Это ребята Вот эти вот Цифры Туда сюда 12 вольт Сюда уходит Источник питания Ну вы понимаете Реально Крутая история Вот на самом деле Бывает приезжаешь Снимаем И интересно Но сегодня Это прям Вау Вау Скажу так Я когда Закупил Вот это вот Оборудование И поставил Первый аппарат Я оценил Емкость рынка Особенно Вот регионы Собрать Да У нас Много Населенных пунктов Где Очень плохие Старые советские Очистные стоят Которые не Ремонтируются Нормальные Где очень плохая вода Вот Я это все оценил И понял Две вещи Первый Это то Что я развиваю Сеть аппаратов Как можно быстрее Вот сколько у меня Получится денег Под реализацию Где-то взять Заработать Я в это дело Вкладываю Первый момент И второй Я собираю Команду инженеров Под то Чтобы сделать Своё Оборудование Которое Максимально Будет Отвечать Задачам Вот этой сети аппаратов Хорошо Поставлю такой вопрос Касаемо финансов Вот ты поставил Семь аппаратов Все ты это сделал Поначалу один Сколько тебе Эти аппараты Сегодня Приносят Чистыми Понятное дело Друзья Что в силу того Что 7 аппаратов Где-то Один зарабатывает Больше Другой меньше Чистыми За вычетом Аренды Налогов Нас интересуют Непосредственно Бабки Сколько У тебя остается Я могу сказать Что в пик Сезона Это июнь Июль На тот момент У меня уже 7 аппаратов Было И была жара Люди много Пьют воды Мне Чистыми Приносило Полмиллиона В месяц Ух ты Да А сегодня Сентябрь Допустим Сегодня Порядка 250-300 тысяч В месяц Чистыми Приходит Вопрос К кредитам У тебя было Полтора миллиона Что с долгами Получается За Вот этот 2020 год Я порядка Двух миллионов Смог Вложить В оборудование Его установку И На данный момент У меня Тело кредита Так же Полтора миллиона Осталось Но при этом Два миллиона Я вложу То есть Получается Мне За 2020 год Мне удалось Выплатить Ну заработать Вот эти вот Деньги Да Порядка Двух миллионов Плюс Еще Вкладывать В разработку Я знаю Прекрасно Что среди людей Сразу Будет Один вопрос Слушай Если ты Там Зарабатывал По 500 тысяч По крайней мере Предполагать Что такой вопрос Будет Че Ты тогда Три месяца Не покопил И не закрыл Сразу Все свои Долги Ну Это Не так Работает Это Не так Работает Во-первых 500 тысяч Вот 500 тысяч И у тебя Порядка 100 тысяч Уходит На кредиты Платить Даже Больше Порядка 100 тысяч Уже 400 Остается Тебе Нужно Закупать Новое Оборудование Эти 7 аппаратов Это Не так Они С неба Падают Представьте Даже Тебе Каждый Месяц Нужно По 200 Тысяч Отдавать Чтобы Каждый Месяц Новый Аппарат Ставить Уже Сколько Остается От Этой Сумы Немного Вот Такая Картина Друзья Вот Вам Пожалуйста Реальная История Люди Зарабатывают Мозгами Люди Казалось Бы Зарабатывают На Примитивных Вещах Просто Обычная Вода Из-под Крана Налил Очистил Продал Продаешь Дешевле Чем Везде Сегодня Просто Вы Какой Бизнес Это Даже В Ботилированную Воду Ребята Кто Там Сейчас Нас Послушает И Решит В Ботилированную Воду Залезть Не Стоит Туда Залазить Там Большие Деньги Там Серьезные Люди Скажут Не Хочется Быть Таким Который Пугает Какое Пресечь Начинание Какое Туда Можно Не Суваться Слушай Артур Я Хочу Сделать Следующую Подводку Подчеркиваю В ролике Здесь Нету Никакой Рекламы С точки Зрения Того Что Вот Ты Сейчас Посмотришь Ты Не Сможешь Пойти Там В Москве Где-то Купить Их Воды Просто Попробовать На Ваше Усмотрение Как Здесь Вот Такая Картина Что Кто Нужен Тогда Инстаграм Оставлю Лучше В Инстаграм Пусть Директ Пишут Значит Какое Есть Предложение Для Вас Это Участвовать Со мной Вместе В Развитии Сети Вот Этих Вендингового Оборудования По Розливу Воды В Свою Тару Можно Со Мной Вместе Скидываться Деньгами Вот Например 200 тысяч Стоит Установка Одного Аппарата 100 тысяч Вы Вкидываете 100 тысяч Я Вкидываю Я Вместе Со Своей Командой Открываю Новую Точку Ищу Где Лучше Поставить Аппарат Полностью Обслужив Откладываю Деньги На Амортизацию И Могу Обеспечить Своему Партнеру Около 7 7,5 Процентов В Месяц После Второго Месяца Такого Мероприятия Мы С тобой Процентах Сложно Понять Это Примерно 7 тысяч Рублей Ты Называл 100 тысяч Скидываешь Где-то 7 тысяч В месяц Будешь Получать Кроме Первого Месяца Постоянно Год Два Три Пять Пока Вы Существуете Будешь Давать Да Пока Работаем Вместе Можно Если Что-то Не Понравится За Два Месяца Меня Предупредите Я Выкуплю Эту Долю Партнера Верну Деньги Поэтому Ребята Для меня Просто Важно Я В качестве Благодарности Это Озвучу Оставляю Имейте Думайте Сами Надо Не Надо Боитесь Не Лезьте Не Боитесь Общайтесь Человеком Напрямую Слушай Начав Зарабатывать Денег Я Знаю Ты Мне Сказал Диман Тачку Себе Купил Похвалиться То есть Чувств Что Все Таки Хочешь Жить На Широкую Ногу У меня Просто Мечта Была Взять Хорошую Тачку Чтобы Она Стоила Около Трех Лямов Тебе Сегодняшние Цены На Автомобиль Помогли Раньше Эта Машина Стоила Два Миллиона Максимальная Комплектация Это Санта Фе Это Санта Фе 2.2 Дизель Максимальная Комплектация И Сколько Ты Денег Отдал За нее 50 тысяч А Точно Ты же Не Купил В кредит Я Это Взял По Подписке Мы Снимем Обязательно Про Это Отдельный Ролик Но Сегодня Как Тебе Машина То Я Новую Салон В Пленке Забрал Выплачиваю За нее Каждый Месяц И Через Год Я Отдаю Забираю Новую Там К К Новый Кузов Должен выйти Каска Есть На ней Да Туда Все Включено Каска Даже Шиномонтаж Бесплатно Меняет Полностью Техническое То есть Ты только Заправляешь Бензин Да Я Даже За то Не Плачу Я Дизель Слушайте Если Эта Тема Вам Интересно Обязательно Пишите Плюс Мы Сделаем Подробный Обзор Возьмем Автомобиль Возможно Даже Твой Если Ты Позволишь И Мы Снимем Детально Как Это Все Работает Потому Что Очень Часто Пишут Про Подписку Автомобиля Сегодня Эта Что Уже Говорить Во-первых Хочу Вам Сказать То Что Я Ничего Диме Не Платил Написал На почту Недели Две Назад Так И так Давай Про Меня Снимем Это Небольшой Подарочек Скажем Так Книга Очень Классная Я Ее Прочитал И У меня Был Некий Взрыв Шаблонов После Ее Прочтения Почитаем Посмотрим Слушай Огромное Тебе Спасибо Сегодня Действительно Было Круто Много Полезной Информации Я Думаю Вам Понравилось Нам Остается Лишь Сделать Выводы Вот Такой У нас Сегодня Получился Сюжет Что Вы Скажете Мне Кажется Он Действительно Был Насыщен По Информации Были Взлеты Были Падения Невыдуманная История Не Москвич Приехал В Москву Человек С Мозгами Вот Как Моделируйте Ситуацию Под Себя Мог Бы Остаться Изначально Работать Менеджером По Продажам Руководителем Отдела Продаж По Натяжным Потолкам Но В итоге Пошел Дальше Рискнул На Это Конечно Должна Быть Жилка Потому Что Некоторые Люди Кто Присел Кто Зарабатывает 100 150 Тысяч Чаще Все Устраивает И Куда Ну Нафиг Риски А Вдруг Не Получится Здесь Человек И С Долгами И Еще Дальше Лезет Долги Дай Бог Ему Удачи Здоровья Да Вообще Всем Здоровья Чтобы У всех У нас Все Получалось Друзья Подписывайтесь На Канал Дальше Будет Больше Интересных И Полезных Историй Подписывайтесь На Инстаграм Потому Постараемся Делать Подборочку Чего-то Такого Необычного Чтобы Это Могло Пригодиться Каждому По нашей Стране Думайте Развивайтесь Зарабатывайте Больше И Живите Счастливо И Богато До Новых Встреч Всем Пока Пока